Привет, мои друзья! С вами Татьяна, и я передаю репортаж из зимней Шарлотты, потому что у нас пошел снег. На самом деле для Шарлотты это очень редкое явление. Снег идет здесь один или два раза в год. Вот сегодня пошел такой снежок сильный, и в принципе все закрыто сейчас. Не работает ни больницы, не работает школа, все сидят дома. Вот сейчас где-то утро, 10 часов утра, ближе к 2-3 часам, то есть все будет закрыто, все будут сидеть дома. Для меня это, конечно, немного дико. Я родилась в Сибири, выросла в городе Иркутске, где постоянно идет снег. И в принципе такой снежок, вот посмотрите, здесь это, наверное, сантиметр снега, и для Иркутска это вообще не проблема. Здесь же, во-первых, нет снегоуборочных машин, здесь все едут на летнюю резинку, они не знают, как водить, и тем более, что здесь снег замерзает, и дороги покрываются слоем льда. Вот сейчас чувак выходит из магазина с большими сумками. Курикол вообще. Сейчас я зайду в магазин и покажу вам, что в принципе все молоко, яйца, хлеб, все раскуплено, все затариваются, я не знаю, на неделю, это вообще катастрофа полная. По телевизору показывают, что не выходите из дома, это опасно для вас. И в общем, все, что вы видите по телевизору, это на самом деле все очень сильно преувеличено. Но такие штормы в Шарлотте бывают нечасто. Но вот этот, который сейчас будет, должен побить рекорд хотя бы двух-трехлетней давности снег. Ну что, пойдемте? Холодно, блин! Зашла вовнутрь магазина Харис Титр, называется. Посмотрите, сколько народу. Ну не так уж и много, но смотрите, уже часть йогурта распродана. На самом деле для штатов пустые полки, это реальная катастрофа, у них начинается паника. Смотрите, половина яиц уже куда-то делась. Уже нету на полках. Молоко. Молоко, молоко. Ну так, полупустое. Все равно, в принципе, можно купить молоко. Все затариваются. Народ затаривает полные корзины для того, чтобы... Они не знают, как долго это все продлится. Поэтому они затаривают, ну так, на неделю, наверное, полные корзины продуктов. Сейчас я нахожусь в аллее, где продается хлеб. Вот эти вот полки всегда забиты полностью. Вот, как вы видите, сейчас ребята разгружают новый хлеб. Но, в принципе, это реально катастрофа. Скупили... Ну и не скажу, что весь хлеб, но если я, наверное, приду через 2-3 часа, полностью все будет раскуплено. Ну и вы можете видеть очереди, какие очереди в продуктовом магазине. То есть народ реально, ну реально паника, закупается. Я бы сказала, на неделю полные корзины. Ну так, на самом деле, сторон только начинается. И вот видите, такие небольшие стежинки падают. Сегодня обещали где-то 6 тинчей. Ну где-то сантиметров 30, наверное, выпадет снега. И он, скорее всего, не будет таять на дорогах. Вот снегоуборочных машин здесь нету, поэтому ехать будет, ездить по дорогам будет очень опасно. Ну и сейчас идут новости про погоду, то есть передают последние новости. Какой шторм приближается, сейчас он идет с Атланты. Атланты, это Джорджия, через Колумбия, это Южная Каролина. И далее Шарлотта. Ближе к вечеру детвора выбежат. На улице играть снежки. Пока сейчас снега мало для снежков. Выбежит и будет играть. Также будет кататься на санках. Кто-то будет кататься на сноуборде. Ну такая, на самом деле, возможность попадается раз в год. Почему бы ей не воспользоваться? Какого снегопада давно не было в Шарлотте? Наши соседи катаются на санках. Сейчас Дром будет делать олимпийский забег. На санках. Гоу, гоу, гоу. Наша соседская собачка впервые видит снег. Смотрите, какая довольная собака. Играет в снегу. О, ты можешь. Я делаю конструкционную бюджу. Хей, пари. Встретились друзья. Давно не видели друг друга. А тут еще такое событие. Пошел снег. Выступление сноубордиста. Ром, это ваша первая разница на сноуборде. Так как мы находимся на йоге, здесь нету настоящих санок. Сейчас мы используем такую штуку, которая используется на море, чтобы кататься по волнам. Никогда не каталась с дороги по асфальту. Поехали! Многие не знают, как ездить по снегу, и многих летняя резина. Поэтому сейчас машина только что чуть не въехала в дуум. Вот на. Экстремалы. Экстремалы. Это чувак из Вирджини. Он знает, как ездить. Все, что посмотрели мое видео о катастрофе в Шарлотте, про снежный шторм. Всем, кому понравилось это видео, ставьте кнопочку «Нравится», палец вверх и подписывайтесь на видеоканал «Из России в Америке». Всех люблю! Большой снежный привет из зимней Шарлотты. Пока!